Правильно? А новую функцию это вот можно вставить диаграмму поляризации вот самой линии. Самой линии, да. То есть туда мы не вкладываем какие-то поправки. Мне вот туда казалось бы, вот про это и был вопрос. То есть линии всегда без каких-либо, без там собственной энергии. А вот почему? Это что метод так какой-то? Ну мы не учитываем данные поправки. Ну надо поучить. Важным классом поправок является эффекты структуры ядра. И основной вклад структуры ядра в светлонкую структуру состояния дается вот такими двухфотонными обменами диаграммами. Соответственно, в жирной точке здесь показано именно учет структуры ядра, то что мы учитываем структурную функцию. Соответственно, мы прометаризуем этот магнитный ток диетеронов таким образом, с помощью трех форм-факторов. Они связаны с заряду подрубольным и магнитным форм-факторами следующим образом. И по данной диаграмме записываем амплитуды. И теперь нам необходимо посчитать вклад именно в светлонкую структуру данных диаграмм. Для этого мы используем проекционные операторы на соответствующий спин пары дитрон-мион, то есть на спин 3, 2, 1, 2. Применяя данные проекционные операторы, мы сразу получаем необходимый нам вклад в светлонкую структуру. В интегральном виде он может быть представлен следующим образом. Также в данном интеграле присутствует френдрастная расходимость, связанная с таким слагаемым. Она устраняется в фазе потенциального метода, где у нас есть итерационный член. Соответственно, вычитанием данного итерационного члена мы устраняем расходимость. И поражение становится конечным, может быть представлено в следующем виде. Здесь интегрирование по углам произведено аналитически, а соответственно по оставшимся импульсам мы проводим интегрирование численно, получая следующее значение для поправок. При расчете мы используем премиторизацию ретмонитных форм-факторов дитрона, взятую из данной статистической структуры. Также в двухлатонных обменных диаграммах со структурой ядра мы учитываем парализацию вакуума, мы учитываем электронную, миомную и адронную парализацию вакуума. Расчеты здесь происходят по тем же формулам, что и представлены выше, но с учетом соответствующих замен ватонной пропагатии. Также порядка α6 дает вклад и следующие диаграммы. Это диаграммы двухлатонного обмена со структурой ядра с учетом радиационных поправок миомной линии. Данные диаграммы рассчитываются аналогичным образом, мы строим амплитуду по диаграмму. Но далее нам необходимо вычислить вид данных выражений, которые входят здесь. Мы представляем их в виде некого лептонного тензора, соответственно необходимо вычислить следующее выражение. При их вычислении мы используем калибровку Фрида и Ейни для радиационного фотона, так как она позволяет нам получить инфракрасно-конечные выражения для каждой из данных вправа. Далее мы применяем радиационные операторы и также в расчете данных поправок пренебрегаем эффектами отдачи для упрощения интегрирования. И в результате получаем следующие интегралы, в которых интегрирование по фейминским параметрам идет аналитически, по импульсам опять же численным. Более подробно данные поправки рассмотрены в нашей статье. Также хотелось бы отметить, что порядка Альфа 6 вклад дают и поправки на структуру ядра в анофотонные взаимодействия. Мы учитываем их при помощи разложения магнитного форм-фактора дейтрона, соответственно получаем следующий вид для потенциала, а поправки выглядят таким образом. Также мы учитываем эти же поправки и во втором порядке теории размещений. Однако здесь мы используем дипольную параметризацию. Это связано с тем, что если бы мы использовали аналогичное предыдущему случаю разложения магнитного форм-фактора, мы получали бы в данном случае выражение пропорциональной дельты функции. И здесь выражение пропорциональной дельты функции. Это привело бы к тому, что клоунская функция Грина имела бы два нулевых аргумента. Соответственно, в данном случае мы используем дипольную параметризацию, и выражение значительно упрощается. Соответственно, здесь тоже они представлены уже в конечном виде после интегрирования. Также в подключении хотелось бы отметить, что сверхтонкая структура S-состояний, а конкретно 2S-состояния меонного дейтерия, уже была проанализирована в статье Вари. В ней была получена следующая формула и следующий конечный результат. Если сравнивать эти результаты с нашими результатами, то поправка ZIMH, а это поправка на структуру ядра, порядка альфа 5, как раз из двухфотонных диаграмм, она слегка отличается от полученной нами, но это связано с эффектами отдачи, которые в данной работе не были учтены. И также стоит отметить, что поправки на полизацию вакуума полностью совпадают, а некое различие данных значений связано с тем, что мы учитываем дополнительные поправки, такие как поправки радиационной двухфотонной диаграммы, поправки порядка альфа 6 на структуру ядра, а также третий порядок теории возмущения. Ну и в заключении хотелось бы представить таблицу, в которой выдавлены все поправки, рассчитанные нами. Основные погрешности к конечному значению идут из магнитных форфакторов диаграмма, соответственно, они содержатся в поправках на структуру ядра. Также в конечное выражение мы включили поправки на полизуемость диаграмма, которые были вычислены нами с использованием формулы для электронного диаграмма, которая уже была получена. По этой формуле мы оценили данные поправки. Также здесь представлена и очень грубая оценка на вклад внутренней произвимости диаграмма. Данная поправка в данный момент вычисляется, а здесь представлена достаточно грубая оценка данной поправки. В итоге суммарный вклад, полученный нами, может быть использован для того, чтобы сведить его с будущими экспериментами и значениями, которые я надеюсь будут скоро опубликованы. И все результаты данной работы опубликованы в следующей нашей статье.